Водим Остриков Водим Окунулся и вот быстро в 10 лет прошло, как будто бы один день. И вот без этого уже просто некомфортно. Ну самое большее я проплывал 50 метров. То есть 25 метров может проплыть даже неподготовленный человек. 50 метров нужна какая-то подготовка. Не обходятся ульяновские морщи без контрастного душа, а также хождению босиком по снегу. А что касается ощущений в ночь на крещение, добавляет мужчина, то они отличаются. Вода словно кристально чистая, эмоции неподдельные. Купели во время крещения, вот допустим в прошлом году, вода была очень приятная. То есть по ощущениям она намного более приятнее, чем вот допустим какой-то другой день. Но такие периоды на самом деле в течение зимы происходят регулярно. Кто-то писал, что через 40 дней повторяется такая ситуация. Но вода, она такая, она вкусная даже. Вадим считает, что никакой дополнительной подготовки для того, чтобы просто окунуться на несколько секунд в холодную воду не нужно. Главное, чтобы не было повышенной температуры. Перед процедурой лучше всего размяться, а после не стараться тут же укутаться в халат. Лучше всего побегать или попрыгать. Тогда ты прочувствуешь весь разогревающий эффект процедуры. Экстрим начинается, если в воде находиться долго. Допустим там больше минуты, 3 минуты, 4, 5, 20 минут кто-то у нас находится в воде. Это да, это экстрим. А просто окунуться в воду, причем с головой. Почему нужно окунаться с головой? В голове находится центр холода, который управляет всем организмом. И для организма это наиболее естественно. А вот медицинское сообщество говорит с точностью наоборот. Окунаться в прорубь должен достаточно закаленный человек. Хороши для подготовки контрастной души, для начинающих с промежутком в 2-3 дня. А после омовения лучше сразу надеть обувь, которая, кстати, должна быть свободной, не скользкой. Обтереться махровым полотенцем, надеть сухую одежду и переместиться в теплое помещение, где можно выпить горячего чая. И лучше с травами. Прежде чем погружаться в воду, необходимо сначала смочить руки, лицо, ноги, живот. И потом только погружаться по шею. Окунаться, конечно, с головой или нырять я бы не советовала, так как можно получить рефлекторное сужение сосудов головного мозга. А некоторым нырять в прорубь даже во время крещения опасно для здоровья. Врачи не рекомендуют христианское таинство тем, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами или заболевания органов дыхания. К противопоказаниям также относятся хронические заболевания почек, органов малого таза, заболевания, сопровождающиеся судорожным синдромом. С осторожностью к нырянию нужно относиться детям и пожилым людям. Когда человек начинает чувствовать себя неважно, у него может закружиться голова, у него может быть прилив даже, когда происходит спазм сосудов, может быть прилив в голову. И человек почувствует неприятные ощущения в первую очередь в голове. Потом, конечно же, онемение, похолодание, легкое покалывание в конечности, что и свидетельствует тому, что человек получил некое отморожение. В этом году в Ульяновске определено 4 места крещенских купаний. В купелях в селах Харской погребы. Также окунуться в воду можно в прорубях и Орданях на прудах поселков Белый Ключ и Плодовой. Все проруби оборудуют палатками для переодевания и дополнительным освещением. На местах будут дежурить спасатели и медики. А на открытой воде оборудовать проруби для купания на крещение в этом году небезопасно из-за теплой зимы. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается теплая погода вплоть до наступления плюсовой температуры. А это, как подчеркивают спасатели, негативно скажется на прочности льда. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Данил Сурков. Новости Улправды ТВ.